По данным соцопросов, домашние любимцы есть у половины российских семей. Как правило, кошки и собаки. Попугаи, кролики и хомяки тоже не редкость. Заводят люди и экзотических созданий. От пауков-птицеедов до воранов-тегу. По рассказам, у нас в городе одно время жил крокодил. Гена, наверное. Пушистые питомцы дарят нам массу эмоций. Чаще всего светлых и положительных. Но иногда за четвероногого друга приходится всерьез поволноваться. Как и все живые создания, они подвержены болезням и недугам, которые гораздо легче предупредить, чем иметь дело с последствиями. Важную роль здесь играет правильное питание. Оно должно быть сбалансированным и учитывать индивидуальные особенности животного. Баловать можно, но в меру и с умом. Пожалуйста, насушите своей собаке легкого, не знаю, там, трахею, и балуйте ее ради бога. Тем, что безопасно баловать, можно баловать. А колбаса и сыр – это явно не та альтернатива для кошки и собаки. Там же соль. В первую очередь, содержание соли, вот это фенитрат в составе, красители, которые совершенно животному не нужны, ну, как, в принципе, человеку. Вовремя распознать отклонение и обнаружить болезнь на самой ранней стадии поможет плановая диагностика. Если не откладывать поход к врачу, оправдывая себя тем, что у животного и так все хорошо, серьезных проблем удастся избежать. Обследовать. Во-первых, не нужно забывать, что ваше животное, если старше 7 лет, хотя бы раз в год должно проходить комплексное обследование, как и мы, диспансеризацию, это биохимический анализ крови, анализ кала, анализ мочи и просто клинический осмотр врача. Особенно, если есть какие-то проблемы у животных. Хотя бы раз в год. А уже старше 10 лет хотя бы раз в полгода. После начала пандемии интернет запестрел слухами о том, что домашние животные тоже могут быть переносчиками COVID-19. Для многих мохнатых и пернатых это едва не стало приговором. К счастью, волну предрассудков вовремя удалось погасить. У них свой коронавирусный инфекция, который изучен очень давно. Это штамп вируса, который был еще за долго лет до нашего коронавируса, слава богу, ковида. Это та же самая коронавирусная инфекция интерит собак и ФИП, либо по-другому вопотной перитонит кошек. И с нашим ковидом вирусом он никак не сочетает. Здоровое животное отличает веселый и игривый характер, а иногда еще и неуемное любопытство. Зачастую интерес ко всему новому и неизвестному становится причиной травм. Вспомнив фразу «заживет, как на собаке», многие владельцы пускают ситуацию на самотек, даже не задумываясь о возможных последствиях. Я с выражением совершенно согласна по своей практике. Животным ни в коем случае нельзя давать зализывать какие-либо свои раны. Наоборот, они разъедают края, и получается, что инфекции носят еще больше. Они для нас страницы в жизни, а мы для них и есть вся жизнь. Берегите своих питомцев, и они будут радовать вас теплом и лаской. Константин Перевозчиков, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.